Вот сейчас идет процесс запуска аэростата и сотрудники Росгвардии выбрали эту локацию не случайно. Об этом их попросили инспекторы ГИБДД, так как этот участок дороги считается очень опасным. Следить за дорожной ситуацией именно таким способом в городе начали три дня назад. Это очень действенный метод. Здесь операторы выявляют нарушение, зачастую это обгон по встречке, и передают информацию экипажу ГИБДД, который стоит в нескольких километрах от базы. С помощью антенн передаем картинку машину сотрудникам, они эту картинку также принимают, и по радиосвязи, соответственно, производим радиообмен. Они видят нарушение, говорят нам, ведите машину до нас, мы машину ведем, они машину останавливают правонарушителя, соответственно, говорят, что он нарушил, если он отказывается, говорят, что здесь по правилам ехал, показывает видеозапись, на которой как раз момент правонарушения и виден. Зонт поднимается в воздух при помощи газа на высоту 150 метров и крепится двумя тросами. Аэростат снабжен двумя камерами – обзорный и детализирующий. С помощью таких технологий ни один нарушитель от наказания не уйдет. Водители такую инициативу инспекторов приняли неоднозначно. Если, допустим, есть скорость, она должна быть скоростью, да, как, 60 или сколько там километров. А также вот тут едут, он может и 100 ехать по деревне, им все равно. За правильное дорожное движение, за соблюдение правил, за трезвую езду, пожалуйста, все нормально. Я считаю, это по-человечески. Кому-то нужно, кому-то не нужно. Но вы поддерживаете вот такую инициативу? Нет. Мы и так под колпаком. Но в данном случае мнение водителей инспекторам ГИБДД неинтересно. Их главная задача – обезопасить пригородные трассы. И если такая мера поможет снизить аварийность, то приглашать этих специалистов будут и в дальнейшем. Александр Комаров, Максим Липин. Новости НТР.